Добрый день, утро, вечер, ночь, господа, я примкнувшие к ним дамы, не знаю, когда вы это смотрите, но снимаю я это в определенное время суток, не буду говорить какое, да, вроде бы я такой светленький, а вдруг сейчас ночь и это все лампа, потому что снимаем мы дома, и по наличию одного бокала на столе и шоколадки, вы понимаете, что сейчас будет не водка, так бывает, на этом канале я пью разные напитки, и вы знаете, у меня недавно вот человек спросил о том, что прибухнуть в районе 20 рублей, вот купить, да, и вот чем так прибухнуть, и я ему одну вещь посоветовал, которую я когда-то давно пила, она мне вроде как зашла, но вы знаете, я не перетыщивал уже много лет, и мне вот сейчас начали терзать сомнения, а вдруг я человеку хрень посоветовал. В общем, я решил сегодня взять и купить, это вот такой вот бурбончик, Эван Вильямс, не смотрите, это не Эван Вильямс, который в Соединенных Штатах, хотя может быть и он, почему, объясню. Это, насколько я знаю, Бульбаш является конторой, которая разливает, да, именно он, причем это Кентукки Стрейт Бурбон, и здесь в составе очень интересно написано, виски наливом Кентукки Стрейт Бурбон и вода питьевая исправленная, то есть это реально вискарь Кентукки Стрейт, вот этот вот Эван Вильямс, приехавший сюда в бочках или там в цистернах, и Бульбаш его бодяжит, бочковую крепость разбодяживает на воде и получает 43 градуса, написано, что это пятилетняя выдержка. И вы знаете, для пятилетнего Бурбона, ну, смотрите, я на канале, тут появится ссылочка, вот тут появится ссылочка, да, меня не поправляет, действительно, она появится слева, для вас справа, для меня слева. Так вот, появится ссылочка на Бурбон, на Джим Бим черный, который экстра выдержка, так вот, пятилетний, это как раз-таки подходит, я заодно сейчас попробую через годы, через расстояние провести воспоминания, собственно говоря, когда-то мне это понравилось. В общем, это Бурбон, Бурбон от Бульбаша, но в котором Бульбаш, в который налил только воду и залил его в бутылку, по крайней мере, так нам обещают. Бульбашу я, кстати, конторе доверяю, поэтому, ну, бутылка мне нравится, она такая в стиле вот этих Джим Бимов, Джеках Дэниелсов и так далее, я сегодня даже смотрел, стоит она 21 рубль. Я сегодня купил за 21 рубль вот это вот 0,5, то есть ценник у него вполне себе, знаете, такой Джим Бимовский, потому что сегодня Джим Бим стоял за 26, 0,5, то есть, ну, в принципе, на самом деле это рядом, но Джим Бим обычный, не черный. В общем, пробуем, открываем, как всегда, гребаный белорусский акциз, который тянется и не дает, но, смотрите, главное, что, во-первых, нету гребаного вот этого вот дозатора, это уже плюс. Ну, наливаем, я взял сегодня один бокал, вы спросите, почему не супервискарный бокал, ну, смотри, дело в том, что супервискарный бокал находится у супервискарного сомелье, моего соратника Ивана, но сейчас мы не у него, поэтому находимся мы в другом месте, и, соответственно, бокал с той дачи не уезжает, они там стоят, потому что мы в основном с вами там, но сегодня решил без него, потому что, в конце концов, я же тоже блогер, я тоже могу разобраться, тем более бурбоны я люблю, давайте понюхаем. Ну, сначала вот это вот такой, знаете, шубает в нос с первого, ну, пускай оно чуть-чуть, о, кстати, очень даже неплохо так держится, и ножички такие медленные плывают, то есть, ну, хорошо. О, пошло, пошло, пошел клей-момент, который я называю кукурузой, вот он, да, слушайте, круто. Ах, детство за горожами. Реально, вот это самое, такое, знаете, не, ну, вот оно что-то такое, оно просто вот это сладость, на самом деле, ну, если вы когда-нибудь что-то приклеивали дома, да, вот вы слышали, что клей-мин тоже таким, чем-то сладковатым пахнет, но на самом деле здесь кукурузность. Здесь хорошо, вот очень чувствуется кукуруза и сладость в этом, и это прикольно, мне нравится это в бурбонах, я люблю вот это сочетание кукурузной сладости с крепостью и с бочкой, и вот здесь оно есть, то есть, бульбаш пока, тьфу-тьфу-тьфу, давайте. А стол, кстати, я сейчас постучал, а хрен его знает, он, может, и не деревянный, он, походу, да, это, походу, ДСП, ну, не важно, там же есть опилки какие-то. В общем, давайте первую и потом поговорим. О, это бурбон, это стопудово бурбон, причем, слушайте, это хорошо. Да, он жучий, но бурбон, он, и вот отличие бурбона от вискарей, если вискарники в вискарях любят там, когда они аккуратненькие, знаете, такие, па-па-па, бурбон, это напиток, который должен тебя, в принципе, встряхивать, и который тебе, вот эта вот сладость, кукурузность, она должна все равно тебе так лупить тебя еще крепостью. И вы знаете, здесь хороший бурбон. Не знаю, если из того, с чем сравнивать, я бы, наверное, сказал, что это, ну, это хорошо. Это прямо хорошо, и его ценник, слушайте, он оправдан, да, бульбаш 21 рубль с меня не просто так взял за эту, это 0,5, кстати, за 21-то рубль. То есть, вообще, для белорусского это, ну, скажем, прямо недешево. Я потому что привык к тому, что белорусские там вискари стоят рублей по 15, а если это, не дай бог, какие-нибудь паричи или, прости, господи, винокурня Нарач, вот здесь появится ссылка на эту самую винокурню Нарач и их вискарь, который я до сих пор вспоминаю в страшных снах. Мне уснится, что мне плохо, я встаю, просыпаюсь в поту, и передо мной вот этот вот замечательный их вискарь с хакером, который, а потом он стал не с хакером, а с каким-то замчищем на бутылке. В общем, ладно, собственно, поэтому я вискарю терпко, кукурузно, сладко, бурбонно, крепко достаточно, 43 градуса. Нальем вторую и попробуем вторую, как говорится, надо же под шоколадочку жарахнуть, а то ж, ну, вы меня просите, говорите, слушай, ты вот пьешь одинаково, надо пить по-разному. Окей, сейчас будешь с шоколадкой, поехали, второй. С шоколадом хорошо. Знаете, что происходит? Горький шоколад оттеняет вот эти вот вкусы и оставляет вот это вот, он соединяется вот с этой крепостью, с кукурузой, и оставляет такое долгое послевкусие ванильно-кукурузное. Прикольно. Слушайте, хорошо смотрится, мне нравится и пьется хорошо. И я вам скажу честно, вот когда камера выключится, а, кстати, если вы заметили, что картинка стала другой, ставьте лайк. Я вам расскажу попозже, по-че-му. Может, в инстаграме похвастаюсь, не знаю, короче. В общем, друзья, поехали дальше. Третья. Сегодня хорошо пьется, не штамп. Вот. Собственно говоря, меня все ругают за то, что я пью не так, как люди, что люди замесами пьют вискари. Пожалуйста, бурбонный замес с колой. Видите, я подготовился. У меня все есть. Вот. Евгений сейчас, собственно, снимает тот видос, который пойдет в инстаграм, где я покажу, с чего мы снимаем. Ладно, друзья, пробуем замесом. Ой, как хорошо. Слушайте, как хорошо кола прибирает вот эти вот все такие, знаете, острые углы, да, которые вот есть у бурбона, которые... И оставляет вот это вот кукурузно-ванильное все это дело, короче, прикольный. Слушайте, я сегодня реально хвалю прямо бурбаша, как... Дай бог, чтобы после этого пинский технолог не забежал в комментарии и не написал, что обзор купленный, и что бурбаш мне занес. Ну и вы, дорогие господа и примкнувшие к ним дамы, не забывайте, что иногда я с удовольствием обозреваю, то вот прошлая неделя, ну, вернее, неделя, как прошлая, прошлое для меня, для вас, может, это через месяц будет. А была неделя выкладки того, что мне прислали подписчики, вернее, передали, и, соответственно, вот я взял, отчитался и выложил несколько роликов подряд. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии, мне приятно, и вы узнаете мое мнение, да, вот такая вот корыстная цель бухнуть за ваш счет, да. Я не скрываю, я не какой-то там высокий блогер, который скрывает свои мотивы, да, низменные желания бухнуть чего-то эксклюзивного. Огромное спасибо тем, кто нам передает это. Ну что, я, пожалуй, буду заканчивать, я его буду допивать за мест, наверное, на концовку, потому что он неплохо идет. В общем, я вам скажу так, бурбон Эван Вильямс, это реально бурбон, то есть у меня нет претензий, без всяких скидок на белорусский, не белорусский, это реально бурбон. Это бурбон получше многих. Вот, допустим, мы как-то покупали бурбон там Кентукки Шериф, Кентукки Джек я выкладывал в этом самом, в Инстаграме, да, у меня там в Инстаграме достаточно хватает бурбонов. Он получше, чем они, при том, что ценник у него схожий. Что касается Джимбима, к сожалению, черный Джимбим допит, мне нельзя вот сейчас один в один сравнить, но я вам скажу по моим личным ощущениям, слушайте, ну, это если и хуже, то ненамного, то есть это где-то на одном уровне, ну, плюс-минус-то, может, полбалла. Если черному Джимбиму я поставил 8,5, то здесь я поставлю восьмерку смело, это реально хороший напиток. Этот напиток мне сделал, ну, бурбон, вот, опять же, я всегда, не знаю, говорил я, это не говорил, но у нас вот с Евгением, у нас всегда схожие оценивание напитков в каком плане. Мы считаем по такой шкале, по крайней мере, я так считаю, от нуля до пяти это такое себе хрень такая, ноль это совсем непивабельное говнище, там, 4, допустим, это такое, ой, ну, все равно, все равно хрень, да. 5, это окей, можно пить, но брать не стоит. Там 6, 7, это такое, уже можно пить, но и от безысходности можно сходить в магазин и это купить. А 8, это уже реально напиток, то есть вот это вот реально напиток. Можно ли это брать на пьянку? Определенно да, если вы не водочник, если вы пьете вискари, бурбоны. Особенно, если вы любите бурбоны, я вам хочу сказать, что это неплохой вариант за не совсем большие деньги. Ну, то есть 21 рубль, это прям не космическая цена, это в два раза дороже, там, нормальной водки. Поэтому вполне брать можно, морду вам пить, за это точно никто не будет, и я думаю, что люди, которые выпьют, им, в принципе, понравится. В общем, вот такой вот бурбон от Бульбаша наливом из Кентукки. Это был Инстаграм, лайки, подписки, колокольчики и все прилегающие ритуальные действия. Я надеюсь, вам не надо объяснять, что это все, вы и так уже все знаете, вы уже все это сделали, правильно? Кто не сделал, обязательно нажмите на колокольчик и на кнопочку подписаться. Она там есть, тем более на канале. Чем больше будет вас, тем больше будет роликов, тем больше вы будете разбираться в Алкомире, представленном в белорусских магазинах. А в скором времени и не только про белорусские магазины. Есть у меня тут намечается серия обзоров, наконец-то граница-то приоткрывается, и город Смоленск, он недалеко. В общем, ладно, но об этом в следующий раз. Друзья, до новых встреч, спасибо большое, что смотрите. Надеюсь, вам это нравится. Мне точно понравился вот этот бурбон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok